Инициативное бюджетирование Инициативное бюджетирование – это достаточно интересная социальная технология. Она позволяет жителям муниципального образования принимать непосредственное участие в определении приоритетов финансирования и реализации социально значимых проектов на территории населенного пункта, где они проживают. Сферы, в которых обычно реализуется инициативное бюджетирование – это благоустройство. И это благоустройство может быть реализовано тоже по нескольким направлениям. Начиная от дорог и всего, что связано с транспортом, освещения, создания каких-то детских или спортивных площадок, или площадок, на которых может быть организован досуг, творчество жителей населенного пункта. Достаточно широкий спектр по этим направлениям. И жители обычно с удовольствием в этих программах принимают участие. У нас в городе Парнауле депутатами Парнаульской городской думы 3 сентября 2021 года был принят пакет документов, который детально регламентирует программу инициативного бюджетирования на территории города Парнаула. Жители города Парнаула выступают самостоятельными инициаторами. У них, в отличие от краевой программы, нет надежного партнера в муниципалитете. А здесь муниципалитет является исполнителем, а фактически заказчиком и конкурсантом является инициативная группа жителей. И в связи с этим появляется еще один важный пункт в процессе реализации. Это определение территории реализации инициативного проекта. Этот этап, он тоже, в свою очередь, состоит из двух важных частей. Первая – это определение, собственно, земельного участка, где будет установлена детская и спортивная площадка или где будет осуществлено какое-то другое благоустройство. А вторая часть – это определение территории благополучателей, где проживают люди, которые поддерживают реализацию этого инициативного проекта, которые осуществляют свой, хоть и небольшой, но тем не менее значительный вклад в его реализацию. Эта тема реализуется в первый год. Мы только сейчас, в сентябре, стартовали эту программу, определили территории, где могут реализовываться инициативные проекты, а сама реализация, с учетом конкурсных процедур, она будет осуществляться в 2022 году. Мы так ориентируемся, что где-то с мая по сентябрь-октябрь будет сама реализация инициативных проектов. То есть мы увидим что-то, что нужно пощупать, что-то материальное. У нас достаточно много заявок. У нас на определение территории было 26 заявок, из них 23 были одобрены. При этом финансирование в первый год, в пилотный год, не такое большое. 20 миллионов выделено на программу. И мы в рамках этих 20 миллионов будем определять с помощью конкурсной комиссии, какие именно проекты будут реализованы в весенне-осенний период 2022 года. Инициаторы проекта, жители территории, они вносят определенный вклад в общий фонд реализации этого проекта. Этот вклад у нас ограничен не менее 5% от общей стоимости инициативного проекта. Соответственно, в зависимости, проект маленький, если он 100 тысяч рублей, ну, соответственно, не менее 5%. Если это миллион, ну, соответственно, не менее 5%. Это зависит, сумма зависит от идей и от возможностей инициаторов проекта и жителей, поддерживающих этот проект. Кстати, вот эта поддержка реализации инициативного проекта, она может быть не только финансовая. То есть вы собрали там минимальные 5%, а потом еще обозначили, что мы можем там техникой помочь, или можем сами включиться в работу, или можем там, условно, мусор убрать до и потом как-то прибрать на территорию. Вот это все вносится в заявку инициативного проекта и при рассмотрении конкурсной комиссии, конечно, учитывается. Прежде всего, надо зайти на страницу программы, страницу инициативного бюджетирования. Она у нас размещена на официальном сайте администрации города Барнаула. Достаточно много материалов выложено. И в первую очередь надо обратить внимание на нормативные документы. Конечно, надо посмотреть внимательно, там все детальным образом описано. Но если просто, то вот те этапы, которые к настоящему моменту уже прошли, были поданы заявки на определение территорий, где можно реализовывать инициативные проекты. То есть сейчас у нас 23 территории на открытие конкурс вынесены. После этого необходимо сформулировать инициативный проект, проговорить его с коллективами единомышленников. Этот коллектив называется инициативная группа. Он может быть по условиям конкурса не менее 10 человек. И определить руководителя в этой инициативной группе, который будет заниматься подачей документов, формулированием, подписанием каких-то заявок. После формулирования инициативного проекта надо собрать не менее 100 подписей жителей территории, которая у нас уже определена. И, соответственно, после этого, вот сейчас идет период подачи заявок, надо весь пакет документов, которые подробно описывают инициативный проект, подать на рассмотрение конкурсной комиссии. После этого нужно будет подождать, пока конкурсная комиссия ознакомится, пока профильные комитеты администрации внимательно рассмотрят этот инициативный проект на предмет возможности его реализации. Администрации районов тоже мы направили инициативные проекты, чтобы они посмотрели, а на этой территории вообще возможно реализация этой идеи или она невозможна. И когда все, то есть инициативный проект, заключение администрации района, заключение профильных отраслевых комитетов администрации города, мы это все собираем в один пакет и отдаем конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия смотрит, выбирает лучший, рейтингует эти инициативные проекты и, соответственно, принимает решения, какие будут поддержаны для реализации в следующем году. У нас такой достаточно жесткий и регламентированный график работы по этой программе. Мы ориентируемся, что 7 декабря у нас уже будет итоговый протокол конкурсной комиссии. Уже обозначил, что 7 декабря мы рассчитываем получить протокол конкурсной комиссии и, соответственно, рейтинг инициативных проектов и какие-то ориентиры по поддержке. После этого ключевым этапом является сбор этой суммы софинансирования жителями города. Здесь у нас в документах излишней регламентации мы не стали прибегать и обозначили лишь, что ключевая дата – это 1 марта. На 1 марта 2022 года те проекты, которые были поддержаны конкурсной комиссией и рекомендованы к реализации, их инициаторы должны собрать свое софинансирование и внести на счет администрации города свою часть. Вот как только у нас эта своя часть будет внесена, у нас запускаются механизмы работы администрации и организационные, и финансовые. Объявляются, сначала формулируются, готовятся документы, объявляются финансовые процедуры, конкурсные процедуры на закупку материалов, на осуществление работ. Определяется исполнитель со стороны администрации, кто будет реализовывать тот или иной, ту или иную идею. И вот мы рассчитываем, что в течение марта, апреля мы эти организационные и финансовые процедуры запускаем, а к маю у нас определяются победители по этим конкурсным процедурам, и они приступают к реализации. Соответственно, исполнитель по аукциону, какой-то отраслевой профильный комитет администрации города, как основной исполнитель, либо администрация района города Барнаула, там по разным проектам разные нюансы. И со стороны жителей, это инициативная группа, руководитель проекта, жители территории, тоже подключаются к реализации и совместными усилиями делают то, что придумали, подали на конкурс. В течение мая, лета, сентября, октября это уже будет завершение проекта. На мой взгляд, эта технология имеет очень хорошие перспективы. Мы уже привыкли к разным грантовым программам и с разными субъектами, и разного уровня. И грантовые программы, они имеют принципиальное отличие, что дается вся сумма, дается заявителю, и он сам является исполнителем своего проекта. И в этих грантовых программах часто бывают нюансы, когда либо исполнитель не имеет опыта, либо какие-то форс-мажорные обстоятельства, и проект не реализован. Здесь, в программе инициативного бюджетирования, у нас появляется второй субъект. И этот субъект в процессе реализации проекта, он достаточно надежный. Это администрация муниципального образования. И этот надежный партнер, он может качественно подготовить документы. Он может обеспечить прохождение каких-то финансовых процедур. Он застрахован от многих финансовых рисков, находясь там под присмотром надзорных органов, и в каких-то графиках, и в планах, и от многих рисков, которые присущи классическим грантовым программам. Вот эта технология, она застрахована. Второй момент. В рамках инициативного бюджетирования суммы предоставляемых субсидий, они могут быть достаточно значительными. И реализовать проект можно достаточно большого масштаба. В формате классической грантовой программы, я не представлю, чтобы можно было сделать уличное освещение. Это сложно, это требует проекта, это требуется классование с какими-то профильными организациями и учреждениями. И если физическое лицо останется один на один, то это будет практически невозможно. Соответственно, мне не видится, что программа инициативного бюджетирования имеет ряд преимуществ в сравнении с классическими программами, поддержки инициатив населения, что она имеет определенный хороший бэкграунд, то есть такой накопленный потенциал и опыт в плане реализации в различных регионах как у нас, так и за рубежом. И, соответственно, вот сейчас это уже выкристаллизованная технология, которая положена в Федеральный нормативный правовой акт. Соответственно, она будет реализовываться в очень большом количестве муниципальных образований по всей стране. Есть перспектива сравнения лучших практик. Есть перспектива внедрения из столичных городов до муниципальных образований более мелких, менее многочисленных, скажем так, и, соответственно, реализации этой программы на различных уровнях. А значит сравнение, значит обмен опытом, значит какие-то конкурсы практик. Мне представляется, что эта программа, это всерьез и надолго, в ней заложены хорошие, позитивные принципы, и она имеет очень большой потенциал для реализации на длительный период. Продолжение следует...